Российско-Армянский университет «Шаг за шагом» становится одним из главных региональных центров японистики. В университете стартовал процесс создания учебного центра изучения японского языка и культуры. Установлены связи с ведущими вузами Японии. Студенты РАУ уже имеют возможность проходить обучение в стране восходящего солнца. 22 сентября в РАУ стартовала третья международная японовическая научная конференция «Изменение мировоззренческой парадигмы от европоцентризма к универсализму». Я высоко ценю проведение подобных мероприятий, потому что сегодня университеты очень активно стремятся к разностороннему взаимодействию, сделать доступными образование и науку. Армения – замечательная страна. И создание центра изучения японской культуры и языка на базе РАУ имеет стратегическое значение не только для страны, но и для региона в целом. «Изменение мировоззренческой парадигмы от европоцентризма к университетам к университетам к университетам к университетам. У нас уже есть опыт работы с армянскими студентами». Организаторов и участников конференции поприветствовал ректор РАУ Армен Дарпинян. Спикер отметил, что в контексте данной конференции значимым является рассмотрение также непосредственно самой Армении, ее задач, функции и роли в глобальных процессах. «Мы, Арменицы, в этой части мира, должны играть роль в преграде между различными цивилизациями. Боя на нашей культуре, на нашей историю, на территории, на территории, на территории, которую мы имеем, как страна, как культурный сегмент в этой части мира. Чтобы быть в преграде между цивилизациями – Европы, Азия, Восток и Восток. Став первой страной, принявшей христианство, Армения как цивилизация, нация и государство смогла представить миру собственные ценности, стать площадкой для их обмена. В этом контексте, по словам Армена Дарпиняна, Армения имеет много общего с Японией. «Японией – это иностранная цивилизация, и мы, может быть, находимся далеко от другого, географически, но исторически, культурально и цивилизационно, мы гораздо больше близко. И поэтому это мое большое удовольствие, приветствовать эту конференцию, особенно потому, что это первое, я думаю, событие, исследовательное событие». Международная конференция проходит под эгидой 20-летия РАО и 25-летия установления армяно-японских дипломатических отношений, говорит присутствующий на конференции чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Эйджи Тагучи и еще раз отмечает. Посольство Японии и впредь будет поддерживать инициативы университета, которые, используя научные инструментарии, призваны укреплять двустороннее сотрудничество. Международная конференция проходит под эгидой 20-летия, Работа конференции была разделена секционно. Участники обсуждали широкий спектр вопросов – философию, историю, культуру и литературу Японии. Были рассмотрены методики преподавания японского языка, особенности японского мировоззрения и его влияния. Широкий спектр обсуждаемых вопросов исходит из приоритетов, которые ставят перед собой его участники. «Для кого-то приоритеты научные. Здесь, как это ни странно сейчас звучит, может даже парадоксально, здесь очень много людей, которые приехали сюда ради науки. Это при том, что наука в наши дни не в цене, романтической науки сейчас не осталось. Прагматика там. Но вот вы представьте себе, вот что меня удивило, что приехало немало, собралось немало людей, которых собрались ради романтической науки». Практическая же составляющая подобной конференции, по мнению профессора Ерванта Маркаряна, это привлечение армянских студентов к обучению в японских вузах. И тут актуальным становится вопрос возвращения специалистов в Армению. А для этого необходим ряд серьезных комплексных мер по созданию приемлемых, привлекательных и конкурентоспособных условиях труда в нашей стране.